Как и ожидалось, члены Комитета по образованию и культуре дали добро на расторжение трудовых договоров сразу с двумя директорами Даугупилских школ, Сильвии Бирюлиной и Йоселем Дуновецким. Утверждение депутатами Думы становится не более чем формальностью. Официально реорганизованное управление образования расстается с руководителями по обоюдному согласию сторон. В качестве отступных будет выплачена компенсация за отпуск и пособие в размере еще одной зарплаты. Директор 9-й средней на заседании не присутствовала. Ее коллега из 15-й получил прощальный для старой должности букет. И давая взвешенный и вместе с тем дипломатичный комментарий, выступил более чем достойно. Я принял это решение, потому что в принципе нужна свежая кровь, нужны новые идеи. Потому что школа, это как живой механизм, она должна жить и развиваться. А для того, чтобы жить и развиваться, нужна всегда свежая кровь. Потому что, по всей видимости, я, может быть, человек старого поколения, старого мышления. Нужно как-то, может быть, немножко освежить все это дело. То есть это осознанное решение? Это осознанное, потому что дорогу надо давать жизни молодым. Понимаете, в чем дело? Нельзя застаиваться на месте. Я остаюсь работать, я еще полна силой энергии. Я всю жизнь еще и спортом занимался, понимаете. Поэтому я еще могу принести много пользы и помочь. Потому что число учащихся резко сокращается. Понимаете, а я хочу, чтобы школа-то осталась. За внешними приличиями странности, безусловно, присутствуют. И вполне очевидно, что единодушный порыв директоров зародился не случайно за закрытыми дверьми дунских кабинетов. С любопытной инициативой выступило Дагубинское латышское общество. Заручиться поддержкой депутатов на создание и установку в Дагубилсе памятника к столетию Латвии как независимого государства. Мы все знаем, что в 2018 году наше государство, Латвии, столетие. И в Дагубилсе нет такого памятника, который объединили всех жителей города Дагубилса и поднесли цветы. Следуя идее, монумент должен стать символом единения живущих в городе людей разных национальностей. У Риги, например, или Резакне такие символы есть. Чем мы хуже, пояснили инициаторы. Воззвание официально поддержали многие национально-культурные общества, а сегодня одобрили и депутаты. Планируется, что памятник будет создан на пожертвование с тем расчетом, чтобы быть установленным к 18 ноября 2018 года. Штат муниципальной полиции Дагубилса расширит еще на 9 человек. Необходимость связана с предусмотренной установкой поста контроля за системой видеонаблюдения. 55 камер будут следить за 28 объектами. Ключевые перекрестки, места скопления народа, в том числе и злачные, например, ночные клубы. Зарплаты новым сотрудникам, оборудование и обмундирование обойдутся бюджету на непредвиденные расходы в 25 870 латов.